МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Непогода оставила след. В Республике устраняют последствия мощного антициклона с грозой и порывистым ветром. Под надежной защитой в Чувашии подвели итоги весеннего призыва. Пушистые путешественницы этим летом в Чебоксарах поселятся алтайские белки. Пожалуй, сегодня самая обсуждаемая тема – погода. Вернее, не погода. Прошедшая минувшей ночью гроза нанесла урон населенным пунктам. Из-за шквалистого ветра несколько городов из сел Чуваши остались без электричества. Сегодня утром об этом главе Республики и председателю Кабинета министров доложил председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Больше всего пострадала шумерлян. Из-за сильного ветра повалины десятки деревьев. Оборваны линии электропередач, повреждены газовые сети, без электроэнергии остался водозабор города. К восстановлению приступили уже ночью. Это уже третий случай за июлю месяц, когда у нас облажной дождь с сильным, сошквалистым ветром. В эту ночь больше всех пострадала первоначально это город Шумерля. Было повалено десятки деревьев по улице Ленина в частном секторе. Коммунальщики работали всю ночь. Чувашинерго перебросил свои дежурные силы именно в город Шумерля. Резервные бригады. И в принципе к утру многое было уже сделано. Утром вышли, помимо коммунальных служб, на помощь к ним специалисты Шумерлинского комбината автофургонов. Техника и люди помогали разбирать, спиливать и убирать деревья. Было повреждено в других местах газопровод, деревья упали. И у нас предпосылка была, что из-за отсутствия электроэнергии водозабор встанет. Но слава богу, все обошлось. Электроэнергии на водозаборе восстановили в 7.30. А в целом по городу электроснабжение восстановили в 10.30. Вчера же были подготовлены две бригады для развала завалов. Вот вы сейчас наблюдаете. Сейчас еще одна бригада в другом месте. Задействованы 6 единиц техники. Все мупы в городе также задействованы, работают по ликвидации чрезвычайной ситуации. Отключилось электричество из-за грозовых разрядов в семи сельских районах. В Маргаушском районе сгорели сарай с сеном и зерносклад. Сейчас там идут восстановительные работы. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Вчера была невыносимая жара, а уже сегодня льет дождь. Погода по-прежнему остается верна себе, и многие уже привыкли к ее непредсказуемости. Но для тех, кто остался без крыши в собственном доме, ливень становится настоящим стихийным бедствием. Общежитие Чебоксарского музыкального училища имени Павлова полностью затопило. Кто виноват, выясняли наши коллеги. Как поется в песне, главнее всего погода в доме. Но что делать, если она совпадает с той, что на улице? Жильцам общежития пока остается спасаться подручными средствами и в буквальном смысле ходить под зонтом. Десятки людей пытаются спасти свое имущество, но безрезультатно. Вода везде. Уже никакой подручный инвентарь не может сдержать бесконечные потоки. Вместе с ними теперь льются и слезы. Даже кастрюль не хватает, чтобы вот это все сделать. У нас все новое было, и все эти человек, посмотрите наверху. Чарики стоят, кастрюли стоят. Даже телевизор мы закрыли, лишь бы вот это все не было. Все мокрое, абсолютно все испорченное. Работы по замене кровли начались в начале июня. Все шло по плану, и, конечно, жители дома ждали совсем другого результата. Но в считанные часы дом промок, как губка. Я поднялась на пятый этаж, посмотрела вот сюда. Я просто была в полном ужасе. Хоть куда беги, все уже поздно, уже все пролилось у нас на четвертом этаже. Среди жителей общежития нашелся и строитель. У него свое мнение насчет технологии ремонта кровли крыши. Строители работы, естественно, так не ведутся. Это всем понятно. Всю крышу никогда не разбирают. По частям делается. Квадратов 200 открыл, квадратов 200 перекрыл. Хотя бы там 150 перекрыл, 50 остается. Это ничего страшного. Плюнку можно натянут, правильно, когда дождь пойдет. А это все полностью гектар тут сняли. Представитель подрядной организации ООО «Мира» утверждает, что технология не нарушена. А причина в том, что подвел поставщик необходимых материалов. И капризная погода. Рабочие не успели закрыть крышу. Впрочем, ответственности с себя подрядчик не снимает. В ближайшее время мы все восстановим. Электричество включим. Высушим все, что возможно. Чтобы жильцам было комфортно, уютно. Не было влаги. Мы возместим ущерб жильцам, причиненный погодными условиями. Контракт на проведение ремонта крыши, фасадов и крыльца был заключен по итогам аукциона. Все было сделано в соответствии с законодательством. Ну вот здесь не сработала, видимо, уже конкретно техническая служба самой этой компании. Они в любом случае обещали, что сегодня все должно быть накрытое. Жители в любом случае должны понять о том, что то, какой нанесен им будет ущерб, он будет возмещен. Это однозначно. Захотят они уже сейчас переселяться, не захотят. Это уже вторичное. В качестве варианта жильцам, пострадавшим от ливневого дождя, предлагают комнаты, расположенные на нижних этажах здания. В них они смогут пережить последствия вседомового потопа. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Чувашия заняла седьмое место в рейтинге научно-исследовательского финансового института. Республика вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Данный рейтинг эксперты составляют по заказу Министерства финансов России. В предыдущем подобном рейтинге наша республика занимала 16 место. Чувашия выполнила план призыва на военную службу. Весенняя кампания продолжалась больше трех месяцев. За это время в республике прошли медицинское освидетельствование 5000 человек. Войска отправили каждого пятого. Об особенностях нынешнего призыва и его главных итогах сюжет Дмитрия Ковалева. Это кадры прошлого года. Новобранцев, которые прошли по-настоящему непростой отбор в торжественной обстановке, провожают служить в кремлевские войска. Сюда ребята с Чувашии призывают каждую осень. Республика отмечает, военный комиссар в генеральном штабе страны находится на хорошем счету. В этом году вооруженные силы отправили более тысячи юношей. У нас такое начали развивать новое направление. Мы давным-давно не отправляли десантников, парашютистов. Вот в этом году мы попробовали и 10 человек у нас пошли служить. Эта тема очень интересна. Мы будем ее дальше совместно с ДОСАФом развивать. Глава региона выразил благодарность личному составу военкомата и руководителям муниципалитетов за сложенную работу. В республике сократилось в разы количество уклонистов. Более 70% призывников признаны годными к службе. Чуть больше 72%. Если в прошлом году это было 69,5%, а если вспомнить 2012 год, это было 63%. Но здесь у нас остается еще необходимость и дальнейшая работа совместно с Минздравом и военным комиссариатом. Так как правительством Российской Федерации до нас доведен показатель, и он достаточно выполнимый, к 2020 году процент годности должен составлять 79%. У нас в призывных комиссиях, в муниципальных образованиях, участвуют на заседаниях родители. Вот в этом году хочу отметить существенный рост. Где-то на 15% стало больше родителей присутствовать на этих заседаниях. Растет и число тех, кто призывается войска служить по контракту на два года. В вооруженных силах теперь делают ставку и на ребят со средним образованием. У нас пошло служить со средним образованием по контракту 115 человек. Это очень большой показатель по среднему образованию. У нас был разбор, мы как-то так получилось, что в округе первое место по этим показателям. План призыва республика выполняет каждый год. Причем на службу вооруженные силы впору устраивать конкурс, отмечает Александр Макрушин. Настолько много в регионе, желающих связать свою жизнь с военным делом. Патриотическое воспитание молодежи начинается со школьной скамьи. Юно-армейское движение привлекает все больше ребят. В Чебоксарах для них начали возводить республиканский кадетский корпус. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Статин в строю силен в бою. Воспитанники Батаревской средней общеобразовательной школы номер один принят участие в финальных соревнованиях военно-спортивной игры «Зорница по Волжье-2017». Они стали победителями республиканского этапа. В составе команды 14 юно-армейцев. Чтобы достойно представить республику на окружном этапе «Зорница», нужна серьезная подготовка. Перед отправкой в Оренбург спортсмены рассказали о тренировках и планах на победу нашей съемочной группе. Им нет еще и 18-ти, но они полны решимости доказать, что способны быть первыми. Сейчас сорничники активно готовятся к соревнованиям. В сентябре в Оренбургской области на базе лагеря Самородова пройдут военно-спортивные игры «Зорница по Волжье». Она проводится уже в пятый раз. Среди 14 участников – 4 девочки. Но славой половины их точно не назовешь. Они тоже полны решимости не уступить парням. Сильнейшие спортсмены округа будут соревноваться в физической и военной подготовке. Беге, плавании, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, разборки и сборки макета автомата Калашникова, силовой гимнастики и многое другое. Один из самых любимых конкурсов участников юноармейских игр – сборка и разборка автоматов. Евгения Филипова собирает автомат уже на автомате. Первые навыки получила еще в школе, на занятиях по военной подготовке. Говорит, сбить ее ничто не может. Разве что заклинит механизм или замкнет какую-нибудь пружинку. Я разбираю автомат за 8 секунд, а собираю его за 12. Мы тренируемся каждый день и благодаря этому каждый день мы получаем свой результат. Для многих ребят строевая подготовка – один из самых ответственных этапов. В нем участвует вся команда. Здесь оценивают и форму, и выправку, и умение чувствовать товарища. Главная же цель «Зарницы» – воспитание патриотизма и подготовка ребят к самым сложным, даже экстремальным ситуациям. Сами участники соревнований говорят, им нужны лучшие результаты. И ребята стараются показать все, на что способны. Участие в «Зарнице» для меня – это как будто целая жизнь. Отдельно от школьной. Каждый день после уроков мы собираемся, вместе готовимся. Разбираем, собираем автомат, магазин, надеваем языка, стреляем, бегаем, физической подготовкой занимаемся. Для многих ребят такое увлечение со временем может перерасти в профессию. Я уже с 8 класса участвую в «Зарнице». Сейчас я в 9 классе и не хочу на этом останавливаться. У меня есть цель учиться в МЧС на военную тематику. Сейчас после 9 класса хочу идти в техникум, в Чебоксары, потом после техникума в Москву, в университет учиться. Готовит «Зарничников» к играм преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Юрий Васюткин. По словам тренера, еще два года назад БСОШ номер один стала победителем республиканского этапа. Как рассказывает наставник ребят, даже попасть в команду не так-то просто. Существует довольно серьезный отбор. Мы отбираем отдельно уже после уроков, скажем, тот же кросс, тот же, скажем, подтягивание. То есть, во-первых, должен быть физический развитый ученик. А там уже после этого отбора, если человек хорошо бегает, хорошо подтягивается или отжимается, девчонка, да, или плавает, то все шансы. И самое главное, чтобы желание у него было огромное. В этом году мы собираемся тоже серьезно выступить, как бы готовиться, занять неплохое место. Есть и опыт, скажем, в частности, мой опыт как тренера, да, многие тонкости, например, я уже сейчас знаю. И поэтому, ну, есть как бы надежда, что в этом году можем занять высокое место. Наградой победителем окружной игры «Зарница по Волжье» станет участие во всероссийской игре «Победа», на которой команда будет защищать честь Приволжского федерального округа. Каждый участник команды понимает, что на них возложена ответственная задача – достойно представить Чувашию. Рифат Ваткулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Уменьшение налогооблагаемой базы, отражение в отчетности неправдоподобной низкой зарплаты работников и отказ от оформления трудовых договоров. В той или иной степени эти нарушения свойственны многим работодателям Чувашии. В результате в казну республики недопоступают налоги на доходы физических лиц и, соответственно, страховые взносы. Налоговые органы постоянно держат на контроле эти вопросы. Сегодня в столице Чувашии состоялась комиссия по легализации налоговой базы. За полгода такая комиссия собирается уже в 200-й раз. На ее заседание приглашают работодателей, имеющих задолженность по уплате НДФЛ и страховых взносов. Результаты не заставляют себя ждать. С начала года более 400 работодателей официально трудоустроили своих работников и повысили им зарплату. Республиканская казна при этом заметно потяжелела. Мы посмотрим, если статистику первого полугодия 2017 года, то мы здесь видим о том, что у нас дополнительно в результате всей этой проведенной работы поступило в консолидированный бюджет Чувашской республики порядка 8 миллионов рублей и почти 10 миллионов страховых взносов. На сегодняшнем заседании больше всего нарушителей обнаружилось в сфере торговли. Этих работодателей налоговая служба взяла под особый контроль, обозначив конкретные сроки погашения задолженностей. Многие из тех, кого пригласили, признавались, что просто незнакомы со всеми нюансами законодательства. Например, многие были уверены, что регистрируя ИП, не нужно оформлять трудовой договор с членами семьи или родственниками. На сегодняшний день задолженность некоторых работодателей исчисляется миллионами. В таких случаях налоговая служба вынуждена подключать правоохранительные органы. В Чубаксарах работы по программе «Безопасные качественные дороги» запланировано 2017 год, выполнено наполовину. Об этом сообщает на своем сайте Управление ЖКХ и благоустройство Чубаксар. Работы продолжаются во всех районах города. Полностью завершены 15 объектов. Например, улица Ашмарина, Матозалка, Дзержинского, Игерский бульвар и другие. В августе в Лакреевский лес из Казанского питомника привезут 10 алтайских белок. Это станет подарком жителям столицы ко дню города. Для того, чтобы они лучше прижились и привыкли к людям, парк планируется оборудовать кормушками и специальными домиками, авторами которых сможет стать любой желающий. Чтобы принять участие в конкурсе «Беличий дом», нужно подать заявку на электронную почту Лакреевского леса. С 1 до 5 августа в парке начнут принимать домики для белок. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Минимальную кредитную ставку по ипотеке в 8% предлагает Сбербанк. Подробности далее. А я с вами прощаюсь. Клиентам Сбербанка ипотека стала еще доступнее. Сейчас у финансовой организации самая низкая ипотечная ставка за последние 5 лет. У Сбербанка есть список застройщиков, которые предлагают минимальную ставку от 8% годовых. Первоначальный взнос по данной программе – 15% от стоимости приобретаемого жилья. Для получения скидки клиенту нужно оформить кредит на срок 7 лет с помощью электронной регистрации. Электронная регистрация очень выгодна для клиента, поскольку, во-первых, он экономит свои деньги за счет разницы в процентных ставках 0,7% пункта. На средний чек кредита – где-то 1,3 млн – это в Чувашской республике. И средний срок погашения любой ипотеки – это 7 лет. Примерно экономия составит около 69 тысяч рублей. Это первое преимущество электронной регистрации. Второе – сделка регистрируется намного быстрее в регпалате, то есть это максимум 3 дня. В-третьих, экономит время сам клиент. Процедура отправления документов в офисе застройщика составляет от 12 до 20 минут. Дома в микрорайоне «Новый город» явно выделяются на общем фоне столичных застроек. Современная и красивая отделка. Рядом детский сад, школа, игровая зона, а через две недели появится и воркаут-площадка. Сейчас есть возможность купить и двухуровневую квартиру – до пяти комнат. Застройщик микрорайона предлагает и другие бонусы. Покупатель может сделать ремонт самостоятельно или заказать его у строителей. Мы предлагаем своим клиентам квартиры с ремонтом, но не просто, не хочется делать какие-то типовые решения. У нас есть дизайнер, мы предлагаем как индивидуальный подход, то есть мы можем сделать ремонт на любой ваш бюджет. Вы говорите, сколько вам там на 300 тысяч, мы уложимся в эту сумму. При этом будет с вами работать профессиональный дизайнер и максимально учтет ваши пожелания и с учетом вашего бюджета. Сервис электронной регистрации позволяет покупателям квартиры в новых домах зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или многофункциональных центров. До 31 декабря 2017 года включительно заемщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8% годовых. Для получения такого дисконта клиенту нужно оформить кредит на срок 7 лет с помощью электронной регистрации. Продолжение следует...